Он опять что-то похилялся. Теперь использует защиту родины. Обалдеть. Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру под названием Blunts TD6, и в этом видео мы будем побеждать нашего лича Могилорда. А перед началом нашего прохождения я бы хотел вас попросить подписаться на мой канал и поставить лайк, если вы этого еще не сделали. Буквально сегодня 24 августа нас на канале стало 18 тысяч человек мне правда очень приятно что вы когда-то обратили на меня внимание уделили мне время и даже подписались на становится все больше и больше и только ваших силах увеличить нашу семью до гораздо больших масштабов я уверен что дальше будет только лучше вы главные мотиваторы моей жизни продолжать заниматься тем что я делаю сейчас и я уверен что нас ждет великое будущее желаю вам всем удачи и всего самого наилучшего кстати вот в этом видео я сделал музыку в игре погромче до этого у меня было 9 процентов сейчас стало 18 потом напишите пожалуйста в комментариях как вам будет музыка громко или или нет потому что у меня она довольно орет но я проверил на записи вроде бы стало ну там нормально то есть нет никаких вроде бы проблем но при этом хочется чтобы музыку на фоне вам все равно было слышно а так перед началом прохождения босса я бы хотел показать и поблагодарить последних донатеров которые поддержали мой канал а первым это был никоилс привет диктофон как дела как работа кстати а ты знаешь сериал на ютюбе скибиди туалет а так всего наилучшего тебе привет тебе никоилс надеюсь что я правильно прочел твой ник благодарю тебя за донат тебе тоже передаю привет дела у меня хорошо выходные очень рад этому работа тоже все хорошо было очень сложные недели я вышел с отпуска но там в принципе дело не в том что знаете непривычно а в том что реально какой-то завал на работе столько всего сейчас надо делать и это тяжеловато но к счастью все выходные теперь можно немножечко отдохнуть а про сериал скибиди туалет да я знаю но я его не смотрю уже как год наверное если год назад мне еще много подписчиков скидывали видео типа посмотри оцени и я что-то еще был в курсе новостей а вот последний год как-то вообще не слежу поэтому даже не знаю что там происходит а к чему ты это спрашиваешь а так и тебе желаю всего самого наилучшего большое тебе спасибо и также мистер лолошка топ жду пвз день 2000 минус 7 привет тебе мистер лолошка топ большое тебе спасибо за донат и спасибо мне я очень рад что кто-то ждет но другие игры если что у меня есть второй канал на ютюбе где я выкладываю видео по другим играм ссылка на него есть в описании сейчас я там прохожу kingdom rush the alliance alliance правильно наверное будет говорить и сегодня должно выйти финальное видео там по этой игре следовательно дальше я смогу играть уже в другие игры спокойненько поэтому большое тебе спасибо мистер лолошка топ мне правда очень приятно не есть о чем вам сегодня рассказать поэтому будем говорить о карта шестерни ничего себе те у нас тут правило вертолетчика нельзя супер обезьяна нельзя и нельзя у нас шиповый завод скорость босса уменьшена здоровье босс уменьшена скорость мог уменьшен скорость шаров тоже уменьшена парагонов 0 нельзя нам их тут создавать вот такие вот у нас тут герои доступны блин и делать и чё делать вот с одной стороны знаете тут psy был бы хорош но он просто бьет по всей карте давайте может попробуем его взять как вы думаете мне кажется почему бы нет классный персонаж моего очень редко используем и мне кажется пора бы ему показаться да не думаете ли я думаю что пора бы огну его куда-нибудь в краешек вот так вот поставим и все думаю что пока что будет все нормально я правда очень сильно надеюсь что вам звуки из игры не буду так орать потому что я смотрю вроде бы на динамике должно быть все нормально без каких-либо проблем меня звук должен улавливать так что посмотрим а единство знаете что я вам хочу сейчас вот рассказать так это о том что в этом видео я навряд ли буду называть как-либо наши банановые фермы надеюсь на ваше понимание буквально 20 минут я пытался зайти на youtube использовал и vpn и еще другие вот штуки у меня просто не открывался браузер ночи не браузера именно youtube не загружался но грустно немножечко это как-то вот временами да знаете то работает нормально даже без випена ну как нормально просто менее лагает а иногда прям как-то жестко и вот видимо вот подобная ситуация у меня вот сейчас вот произошла но ничего страшного так курсоры сейчас найду потому что нам уже скоро надо будет покупать первую нашу банановую ферму я бы мог стать еще зайти через телефон там посмотреть есть что название но ну ладно уж как есть так есть надеюсь что все у нас с вами будет хорошо я уверен что в какой-то степени здесь должна быть определенная тактика чтобы расставлять обезьян на определенной шестерне но пока что не хочу так сильно этим заниматься у нас это обычный босс я надеюсь что на обычном боссе у нас все обойдется ну кто его знает да вот как говорится пока что ничего не понятно на карте очень мало места если вот так вот подумать по нашей банановой ферме поэтому будем мы наверное испытывать некоторые трудности с этим а я еще даже одну один банан не собрал как вот я увидел поэтому вот так вот одна из таких вот больших новостей которые я вам хочу сейчас вот рассказать пока у нас в принципе все идет спокойно так это о том что я вчера буквально после работы купил себе новый телефон я очень рад до сих пор там перекидываю приложение ну как приложение я еще вчера перекинул но сейчас я получается там сижу захожу во все куда только можно восстанавливаю аккаунты пароли ну и уже почти все сделал уже прям уже можно пользоваться спокойно остается только симку перену симки мои переставить и я купил себе samsung galaxy s 24 ультра на 512 гигабайт кто знает тот знает стоимость этого телефона она довольно большая у меня такое такое телефон еще никогда не было и я в полном шоке я очень долго хотел этого мне правда правда очень хотелось честно откладывал я деньги работы то есть зарплаты то есть в этом плане все хорошо при этом не есть еще день накопления то есть я последние копейки последние монеты не отдал ради него так что не переживайте не в кредит брал взял сразу же окне музыку пил к сожалению у него там минимальный идет стартер пак к этому вот телефону потом пришлось купить зарядное устройство под него не это вот посоветовали в магазине у меня еще на моем xiaomi был переходник стая psy на наушники потому что тут нету специального разъема под наушники и вот к сожалению вот в самсунге точно так же и при этом еще вот этот переходник не работает почему-то поэтому я заказал на озоне либо я сегодня еще пойду в магазин может быть зайду в магазин там где продают электрооборудование всякое посмотрю там вот этот вот переходник очень рад до сих пор если честно в какой-то степени в шоке потому что он реально классный телефон прям так ну разница большая и камера вном просто замечательная на самом деле в этом плане что я по большей степени знаете я покупал его потому что мне правда хотелось фотографировать мне свой телеграм-канал ссылка на которые есть в описании под видео там я делюсь своей жизни рассказываю вам много из того что мне вот происходит и мне правда очень хотелось бы с вами делиться какими-то красивыми фотографиями которые я могу делать пока там живу как говорится и поэтому я сейчас очень рад что наконец-то имею данную возможность и в принципе до этого у меня камера была неплохая то есть у меня получается на телефоне на xiaomi скам была камера 50 мегапикселей там что-то 88 и 10 что-то вот такое вот зато и сейчас на самсунге вы представляете у меня камера 200 мегапикселей 50 мегапикселей там еще три камеры идут то есть это просто на самом деле невероятное число а к нам тут надо подумать чтобы нам делать потому что 19 хп это уже не шутка мы можем конечно поставить снайпера посмотрим но надеюсь что нам поможет конечно тяжеловато им тут будет может быть еще сможем одного разместить давайте пускай нас будет два снайпера и не не все равно не помогает а хотя смотрите успеваем успеваем ух 9 хп как это опасно на самом деле поэтому надеюсь что сейчас у нас будут дела конечно писать получше можем атаку все наших снайперов качать да и теперь с дефом уже дела отстают правда получше потом нам еще получается что прокачать алианы у нашего друида и тогда будет правда еще круче поэтому надо будет обязательно про вот этого думать и смотреть пока что идем живем к счастью все у нас хорошо немножечко опасно но справляемся но справляемся со всеми трудностями поэтому вот так вот если захотите то конечно можете меня поздравить в комментариях с покупкой потому что она правда правда для меня это очень радостно я просто понимаю но что он реально по всем фронтам обгоняет то что вот у меня было на данный момент мой вот xiaomi не только по цене потому что даже разница по цене на самом деле колоссальная что ли если так можно выразиться но и по техническим составляющим так давайте сейчас вот смотрим ой нет не пройдем не пройдем опасно опасно поэтому тогда давайте что мы тут с вами сделаем мы например я вот поставлю нашу банановую ферму и теперь будем вот прокачивать нашего друида чтобы он наносил большое количество урона вот твердые колючки еще вкачаем и в принципе смотрите реально вот прокачал друида и теперь стало ноут в разы проще в разы легче и задефали вообще спокойно так не почувствовал 28 раунд мы молодцы идем дфм ся друид нам помогает вот далост докачаем и будет вообще замечательно в этом плане рынок стоит 2 700 копим и надеемся так на первый рынок уже даже накопили ура не сказать что рано даже может быть поздновато но тут согласитесь такая карта где тяжело копить деньги так давайте продолжать друида джунгли мы тут качаем и теперь уже получается спокойно копим на нашу вторую как она называется на наш второй рынок так пока что с камуфляжем у нас пси довольно хорошо справляется дальше конечно будет все больше больше и в идеале то нам конечно потом снайперов немного под прокачать чтобы они тоже могли помогать на в этом плане уничтожать так и все пока что нас тут идет все нормально вот не знаю если нам смысл тут создавать обезьянополис это вроде бы так-то хорошо но с другой стороны мы тут и фольбустера нормально продать не сможем и нормально мы тут наши рынки быстренько сейчас прокачать тоже не можем к сожалению потому что имеется некоторые проблемы некоторые трудности но смотрите кстати с камуфляжем мы довольно хорошо справляемся и нам очень сильно помогает конечно можно было бы взять еще и тиена и тиенгу вообще бы все там уничтожал но все-таки я взял пси чтобы он нас мог на любом расстоянии наносить урон как у нас тут пока что друид пожевать 3000 урона он уже нанес большое ему спасибо за это и все теперь у нас имеется уже пять рынков зарабатываем деньги мы уже с вами неплохо но и при этом уже у нас смотрите первый класс совсем скоро пойдет что немного если честно пугает поэтому автостарт бы я бы убрал нам надо бы подумать как мы будем проходить это чудо потому что немного страшно конечно же можно было знаете что нам сделать поставить элитного защитника какого-нибудь как какого-нибудь хорошего то есть пока что вот так вот вкачаю до 10 тысяч хп у него лучше чего мы продадим нас пару рынков хотя смотрите вроде пока что мы и так даже урон неплохой наносим надеемся надеемся на лучшее так вылетело они еще нет но сейчас вылетела полин балин когда делаем вот так под накопим и быстренько потом два рынка нам надо будет тогда продать так это мы уничтожаем частью я пока что тут не не шибко тороплюсь он нас похилился элитный защитник есть чего он часто у нас похилился сейчас стал не имеет права этим заниматься и теперь уже спокойно это кажется мы должны добить этот класс правда до чего он часто хилится у нас такого есть хилящего по во как хорошо как хорошо молодец элитный защитник давай продолжай том же духе есть и правда он дефает в этом плане очень сильно дом прошли буквально за четыре раунда блин так давайте произойдем ну что надо бы это сделать и вот что его сейчас вот думаю его продать было бы хорошо целых 17 тысяч на самом деле поэтому мы так сможем хотя бы вот так пару рынков поставить у нас их уже теперь 6 хотя бы и я бы сейчас бы немного задумался о том как бы там проходить дальше можно наверное вот одного такого снайпера все-таки прокачать пускай вот он нас будет да зато в случае чего он вроде бы мог бы тоже должен уничтожать довольно эффективно по крайней мере я на это уж очень сильно то и надеюсь ага но сейчас опять произойдет сейчас опять произойдем так сюда делаем вот так вот качаем нашего снайпера и кого бы нам тут еще поставить для видимости кампляже можно конечно деревню мы деревню то успеем прокачать или же нет можно сначала просто хотя бы но не за нашего поставить цель на прочно он будет сбивать а это джона все равно не видит кстати кампляж поэтому что бесполезное немного сделал так на радарную афу как вы успели того времен так тут могу мы тоже уничтожаем в этом плане у нас все вроде бы успешно я вот уверен что на элитном боссе я буду играть гораздо лучше потому что все таки здесь пока что мне еще нет понимания процесса вот этой вот игры как вот именно дальше от развиваться поэтому потом как обычно кстати в последнее время что меня очень сильно удивляет на элитном боссе я начинаю играть лучше даже чем на обычном несмотря на то что обычный босс то у нас попроще будет ну эта тенденция как бы нормально с учетом того что ты привыкаешь к тактике ты понимаешь что тебе надо делать что будет более выгодно и элитный босс становится более таким отточенным так то у нас тут нормально то обезьянополис мы наверно точно будем ставить раунду 50-му да наверное вот я попробую на него накопить но накопить то наряд ли ладно успею поэтому сейчас вот будем с вами смотреть 1 2 раунда и будем ставить его сейчас вроде бы дефаемся мы с вами неплохо снайпер у нас реально хороший урона наносит он немало конечно снайпера можно было куда-нибудь сюда кстати здесь вот деревню и ничего страшного следующий класс нам надо проходить более против сильного начнем с более сильной обезьяной в идеале то конечно же поставить нашего мэда до которого у нас который у нас доступен к счастью в этом плане у нас тут есть хоть какое-то преимущество так и смотрите чтобы я бы тут у нас сейчас реализовал так вот этот тоже скидка будет да скидка тут приходит вот это есть временно продам поставить у нас обычную по и давайте создавать наш обезьянополис ура радиус туда же мы с вами можем увеличить теперь вот так вот делаем тут уже начинаем дальше наше развитие нашу прокачку конечно это можно было бы сделать и пораньше что ли а есть так есть да как говорится но тут еще наш снайпер конечно стоит то может быть не совсем удобно в любом случае по заработку мы уже вроде бы стали правда с вами получше так вот эти два рынка я прокачал до центральных потому что они в радиусе нашего обезьянополиса он было бы для нас очень даже полезно чего можно продать сейчас так все первый центральный рынок у нас тут появился заработок увеличивается вы смотрите то шары то у нас тоже не промах все сильнее и сильнее становится что дефать уже становится тоже не так уж и просто но я так думаю что мы можем вкачать барабаны джунгли чтобы наш снайпер стал сильнее так второй центральный рынок у нас есть и теперь уже давайте копить будем на нашего два как тебя зовут та мэда постоянно забываю у нас просто есть еще бет я вот путаю их имена постоянно между друг другом так что напишите пожалуйста в комментариях это у меня у одного так такие вот приколы или вы тоже путаетесь потому что я путаюсь постоянно ой у нас сегодня такая погода вроде бы неплохая знаете я вот смотрю вижу даже небо здесь не так уж и пасмурно но все равно вечером становится у нас довольно прохладно вообще в принципе у нас как будто бы осень как будто бы этим летом в принципе лета было мало если честно если вот так вот подумать но надеюсь что конечно же дело исправится у нас почти каждый день дожди идут и это уже если честно но надоело так у нас и скидка замечательно 30 тысяч нам надо еще накопить и так думаю что мы можем один-два раунда подождать потому что что не подсказывает что мы это будет но очень быстро уничтожать босса так что кажется все будет нормально да так вот один раунд прошел нам надо еще двадцать тысяч накопить так что все должно быть нормально посмотрите как вот я сделаю продаю у нас немного он похилился я как бы не шибко то уж и против да наверное так осталось 800 монет тянам и дома накопили давайте сносить опа раунд дурацкий ого раунд дурацкий какой прям прям не вовремя если честно у нас тут вылез можем вот так вот сделать не знаю поможет не поможет пока что это не очень нам тут помогает если честно так это же сомневаюсь что он нам успеет помочь конечно у ладно пока что вроде успевает потом если что мы стан можем добавить хотя где у нас тут все нас тут он там вообще psy находится вы кстати нету все равно прям в разы легче стало куда прошли мы это 63 раунд поздравлю я вас с этим прям вовремя то есть мы его преодолели и уничтожили нашего леча маги лорда так у нас есть 64 тысячи но пока что цена не такая уж и большая сумма я бы сказал поэтому давайте я что-либо так хотя бы сделаю надеюсь что с наш снайпер будет дефать мы сейчас прям так не хило улучшились если вот так вот посмотреть как уничтожи уничтожай все хорошо его бы реально сейчас бы наверное прокачать до элитного защитника чтобы он нам помогал потому что шаров становится все больше и больше а мне становится постепенно страшно постепенно страшно потому что немного опасно но к счастью вроде бы пока что живем и справляемся и это самое главное по упал по в случае чего у нас есть скилл еще psy блин которого часу даже пришлось использовать так и тут у нас bfb справимся ли мы с ним или нет одним да и со вторым наверно даже должны сейчас что стан еще использую опа и все все вообще нормально вообще здорово передавайте тогда нужно коплю наверное элитного защитника чтобы нам так опасно не было потому что проигрывать не хочется хочется вот так вот но но уверенности победить и сказать что ой я не почувствовал ой было очень просто так главное не забывать подбирать ящики с нашего обезьянополис а так сюда и здесь еще один центральный рынок мы сможем поместить спокойно потом надо будет нам уже заниматься нашим как они централом банановым особенно вот радиусе обезьянополис он будет очень эффективен следующий класс у нас уже идет через десять раундов следующему классу кого бы нам тут лучше поставить вот я вот не знаю если я например поставлю у нас парагона владыки плазмы но как будто бы здесь вечный заряд подойдет я вот не знаю надо вот ставить того что сможет наносить на более большой радиус урон и вот я даже не знаю кто кто тут может это нам сделать ну следующий класс я так думаю мы спокойно можем еще с вами победить опять же таки используем мэда и добавив еще кого подумаем и может быть летачую крепость еще просто подумаем а уже на сотом раунде надо будет задумываться о нашем парагоне так все у нас еще волстрит добавился теперь уже сами денежки добываются к счастью не приходится нам каждый раз прокликивать протыкивать и заработок конечно же у нас тут не стоит на месте если бы я бы централ поставил пораньше поприоритетнее было бы у нас еще побольше денег я так думаю что ничего страшного многое вам и прямо уж с вами такого не потеряли так здесь вот у нас деревня влезает поэтому я бы лучше вот сюда вот так вот поставил это вот продал тут просто немного мешается и в случае чего мы сможем потом сюда спокойно разместить обзина аса я так и сделаю будем готовиться уже постепенно к нашему 80 раунду но на данный момент у нас еще все довольно спокойно я так думаю что блин как будто бы одного мэда вообще будет достаточно да но тем более теперь у нас это не один мэд а уже также есть элитный защитник который тоже наносит ну очень даже неплохой урон так 90 тысяч есть но зато летающая крепость будет наносить постоянно урон что также будет для нее и для нас очень хорошо и приятно поэтому тут какая-то такая палка двух концов не знаю как нам лучше быть что лучше делать тут мы пока что дфм спокойно здесь 112 тысяч централ у нас стоит много много там еще 1020 надо на него копить поэтому наверное его я буду размещать уже немного попозже после следующего нашего класса так крепость летающая есть и сейчас еще что ведь мы это прокачаем может быть даже обойдется без него может ну летающая крепость это правда очень круто это должно быть спокойно и хорошо урон наноситься должен быть такой сильный прям так за этот раунд сколько мы успеем с вами заработать на мэда мы навряд ли успеем накопить но как раз сейчас хотя бы по одному раунду мы с вами заметим справимся ли мы с личом агиллордом уверенно или нам надо будет добавлять мэда потому что мы все равно почти на него накопили ой слушайте я так думаю что мэда можно будет даже и не ставить или все таки лучше добавить на всякий случай но просто пока что вроде бы урон проходит по нему хороший ну да мне кажется еще все нормально если честно так уже почти половину мы снесли он очень долго в этом призрачном состоянии что если честно немного раздражает есть у хп у нас с вами вообще много он столько у нас половину пролетел а ему уже осталось всего ничего так что давай пожалуйста сливайся побыстрее а он наверное долго в призрачном состоянии потому что пси бьет вот эти вот мабы наверное на элитном боссе мы пси не будем использовать потому что он тут может немного замедлять нас как вы можете заметить он делает это она делает это не специально она хочет помочь просто просто к сожалению не слишком эффективно все это выходит но посмотрите как он быстро на самом деле пролетает до финала ему буквально раунда в семь достаточно чтобы пролететь всю карту что немного если честно пугает так тут разгон я использую вот это я могу уже продать теперь мы должны стать еще с вами сильнее и мощнее конечно если всю карту исследовательскими лабораториями мы прокачаем то вообще будем зарабатывать еще больше ну и в любом случае мы так с вами идем тоже очень даже неплохо у нас уже наш централ смотрите сколько он приносит постоянно денег это уже выгоднее чем тот же самый центральный рынок который был на его месте мы еще и разгоняем теперь даже смогли уже накопить 240 тысяч и мне стало вот интересно сможем ли мы накопить например какие-нибудь полмиллиона в этом раунду просто если мы сможем накопить то может быть нам стоит поставить например парагона вознесенной тени это очень будет хороший сильный парагон такой прям хорошей точки ну вот тут я даже что тут не знаю блин ну тут прикольно что он в радиусе просто он тут далековато да как будто бы будет но зато его печати будут наносить постоянно урон что для меня будет очень приятно на самом деле так давайте ладно я пока вот так вот поставлю их посмотрим в случае чего конь другого парагона будем с вами размещать ну пока что у нас время есть целых 8 раундов на то чтобы набрать 300 тысяч а блин у нас парагоны недоступны ха-ха-ха я тут столько говорил про то что вот там вот парагон это вот это вот а поставил тут то 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 лучше а у нас парагон это недоступны ё-моё ладно будем справляться я не сдаюсь как бы я как бы не сдаюсь с одной стороны это может быть даже в какой-то степени облегчения что ли потому что теперь я не сижу и думаю как бы нам накопить на все это деньги и теперь понимаю что нам надо просто поставить как можно больше к сожалению это не сказать что прям усложнение для прохождения это просто замедление игры которая тебя заставляет ставить всего и побольше как можно больше это уже не так вот круто я такое не люблю если честно у нас по опыту игры это было уже не один раз так потом вот будем с вами думать что нам и куда еще тут разместить опа тут я поставлю так и нам бы еще какую-нибудь защиту родины да вот разместить ну я думаю и когда я буду встать защиту родины она будет хилять я что-то я не шибко это помню но в любом случае мы с вами посмотрим ну как будто бы я уже готов к прохождению нашего сотого раунда четвертого класса на пятом классе еще что-нибудь добавим посмотрим проверим в случае чего у нас есть морбезьяны которые мы можем поставить на суше с помощью которых еще добавить например подводника флагманского авианосца тут еще вот что-то вот добавить хорошее ой вообще смотрите как у него хп отлетают блин давайте пси я продам извини пожалуйста эти пси но просто ты очень замедляешь игру в этом плане к сожалению здесь он у нас еще очень долго потом стоит призраком от чего он так жестко хиляется он все очень еще жестко похилял конечно мне это не понравилось я думал он прямо каких-то временных и ну типа усилений или от защиты родины он тоже хиляются но в любом случае ладно пробили и пробили это самое главное так автостарт включаю дальше мы с вами деньги зарабатываем нам я даже уже не знаю нужны ли все эти деньги потому что у нас их довольно много и на что нам сейчас вот их тратить здесь хотя бы на элитном боссе у нас будет ну парочку обезьян ну парочку парагонов в доступе так восьмой раунд у нас будет побольше миллиона по итогу может быть примерно миллион триста тысяч я думаю что да примерно такая сумма у нас должна быть минимум если максимум то не знаю миллиона полтора было бы вообще круто но вроде бы заработок у нас тут не такой большой потому что смотрите сколько всего у нас тут ферм можно разместить но мы почти выжили максимум из того что имели на данном пространстве летающая крепость вообще такая молодец самолет с одного дня можно было бы сделать из нее это было бы вообще замечательно степень была бы очень большая и урона бы она наносила уж очень даже много так вот курсор нашел запись идет все нормально все хорошо это немножечко переживаю мало ли что то не так может пойти было бы обидно на самом деле так пять раундов ждем у нас уже восемьсот сорок тысяч накоплено когда вот я говорю все продал да думаю денег у нас будет вообще достаточно на самом деле нам даже так много то и не надо с учетом того что тут ни парагона ни супер обезьяны к сожалению нету хотя бы ее бы нам оставили было бы на самом деле приятно что ли а тут как то они все из себя забрали а нам ничего так автостарт я убираю тут мы почти все сносим один миллион у нас есть ура так и теперь я продаю все вот это у нас туда тут наверное еще бы знаете добавить какую нить деревню один миллион триста тысяч ну вот как я и говорил на самом деле надо же прикольно так смотрите что бы я бы тут еще у нас поставил пускай у нас такая вот хрупкость будет еще тоже нам поможет потом давайте я у нас размещу это вот в этой среде у нас морскую обезьяну сейчас я немного радиус увеличим и теперь давайте что например тут будет у нас энерджайзер тут у нас будет какое вот чудо вот такое вот поставим пускай они тут все урона наносят как можно больше для нас только это будет лучше так делаем сюда потом давайте добавим еще наших флибустеров потому что они тоже большие молодцы и очень хорошо нам будет помогать так и еще например парочку подводников теперь давайте например сюда я добавлю деревню чтобы вот забавить наших обезьян которые мы только что по с вами поставили чтобы они у нас все типа шаров видели спокойно без каких-либо проблем можно конечно нам еще обезьяну тут по нижней линии до конца докачать чтобы тоже вот забав был хотя забав то наверно только в я радиусе идет или как я не помню что-то я не помню ну и ладно хотя наверное надо было знаете вот так вот сделать и ее разместить где-нибудь вот в этой части вот было бы прям здорово на самом деле так пускай вот у нас например такое будет вот не хочу пока что ее у нас ставить укротителя и без него вроде бы справляемся и снова духа добавляем супер шторм добавляем эти кого кого что-то в облачении ярости совсем вот не ставил пускай вот она у нас здесь побудет я его по верхней линии прокачал хотя вот говорили что именно посередине если качать то она будет сильнее ну ладно я взял немножечко нечаянно так что уж ладно так тут радиус увеличиваем шаров тоже даем пробивать и мне кажется этого вообще будет уже достаточно и будет такая у нас одна обезьяна ну давайте тут еще вот так вот добавлю пусть тоже они у нас тут все урон наносят сколько у нас тут обезьян то на самом деле вышло это прям большое количество давайте начинать нашу битву выглядит очень уверенно если честно пока что выглядит прям довольно спокойно защиту родины не буду использовать потому что я как понимаю он от нее хилится пол миллиона хп мы уже ему сняли у нас пока что прошел всего лишь один раунд блин представляете реально пока что прошел всего лишь один раунд а он уже у нас на середине карты но при этом мы ему уже пробили половину хп так что мы тут тоже пальцем не деланы тоже урон очень даже хороший наносим не позволяем ему дальше у нас тут пройти ну да нормально я считаю что у нас тут все хорошо он опять что-то похилялся теперь использую защиту родины ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо пошутил я хотел по приколу добить обалдеть меня к такому жизни готовила что это было ну и ладно ну и ладно ну и без защиты родины победим офигеть так прошли мы с вами что-то даже не посмотрел кстати статистику блин блин ну и ладно ну и ладно только в шоке что не успел ничего сделать у нас тут будет доступно два парагона смотрите здоровье босс еще меньше скорость еще меньше нас тут у всех ну как бы окей но мы элитного будем проходить не за пси может быть и тьен может кто-нибудь другой что будем с вами проверять смотрите на этом я буду заканчивать данное видео надеюсь что оно вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока